привет сегодня подхожу электрощиту без удлинителя потому что буду подключать сегодня дом временный вот кабель же с у меня прокопанный помнишь да я там уже щиток собрал я тебе показывал сейчас подключу здесь все и посмотрим что с этого получится ну вообще такие вещи подключения вот эти вот должен делать высококвалифицированный специалист так щиток есть если квалифицированный специалист есть можно приступать а вот же инструмент взял так нож кусачки отверточки плоскогубцы ну и мультиметр замерить на всякий случай когда я выключу выключилась ли она или нет так высококвалифицированный специалист есть вообще шутка нужно если не знаешь лучше не лезть я вот прежде чем лезть посоветовался с гуглом тоже шутка с ютубом еще посоветовался и эта шутка с электриками посоветовался в общем я приблизительно знаю что делать тут в трех проводах запутаться если честно такой куда то что пихать вот видишь тут есть земля я ее сейчас я буду говорить как высококвалифицированный специалист желтенький кабель вот сюда к желтеньким голубенький голубенький беленький вот в эту дырочку так нормально а теперь по-другому значит землю вложим на эту рейку так 0 у нас вот здесь вот на этой рейке будет а этот вот белый провод это фаза напряжение он пойдет вот с этого вот автомата на 32 ампера так по умнее звучало да сейчас подключу потом все три провода прикрутил так вот один на землю посадил вот второй это фаза можно подрубаться пробовать ну что там за домом все в порядке стоит еще ничего не происходит сейчас пойдем смотреть что в доме так счетчик запустился дальше с тестером проверю пошла ли напруга сюда и пойдем в дом так ну что я там все включил тут ничего не горит ничего не горит в порядке так а подожди дай проверю пришло ли сюда напряжение подожди минуту короче напряжение пришло не знаю нормально это ненормально но мы здесь 245 вольт или ватт как правильно забыл короче напряжение пришло здесь я измерил сюда и на 0 здесь она есть то лишь если я включу этот автомат она пойдет уже на все дифы которые у меня стоят но мне это пока не нужно хотя в принципе дифы выключены мне все равно это пока не нужно мне на сегодняшний момент знаешь чего я боюсь что вот эти вот оголенные провода могут стать причиной какой-нибудь травмы вдруг я случайно то но торчит а я где-то прикоснусь и будет короткое замыкание маленькая меня трясанет может поэтому мне кажется надо все это заизолировать а те которые нужно мне выключать или подключить поэтому пока что я подключать не буду я сейчас займусь изоляцией всех этих проводов чтобы ничего лишнего не торчало тогда мне нужно заизолировать раз два три четыре пять групп розеток потом шестая седьмая восьмая группа у меня не подключены там где обогреватели будут там будет отдельный счетчик единственно что у меня еще подключил я по новой это здесь будет кондиционер висеть а здесь розетка под электроплитку если она у нас будет еще пока не знаю как там все сложится ладно короче давай-ка пойду-ка дальше-ка я работать проводочки соединять эти такой мне аппарат сосед подогнал просто чудесная штука так ты не знаю видно не видно еще ссср русские короче ценник стоит цена 3 рубля но это я думаю всем электриком знакомый аппарат который как-то одной рукой блин короче это штука для того чтобы оголять провода вот смотри так это не в то отверстие вставил спокойно сейчас будь чего сейчас все будет такой продается не такие более новые конечно там так вот опс короче тут этот не настроен на один и пять квадрата на два с половиной он настроен в общем он снимает изоляцию с провода короче очень удобно что-то сейчас подожди ладно дай-ка еще сейчас последнее отверстие попробую о видишь и она уже зачищена гениальная штука я сейчас вот три вот этих вот обычно что мне затрачивает я что-то фокусировка товарищи я вас поздравляю первая розетка в доме есть сейчас сейчас будем пробовать автомат врубаем первую группу автомат тоже врубил это у нас первая группа розеток так я там проверил пока сюда дошло там сколько я проверял было 240 здесь уже 257 какие-то повышенные туки это я что-то слышал хорошо это или плохо но я не помню 250 прям дофига мне кажется приборы рассчитаны на сколько то не много будет для приборов ладно так что у меня здесь есть удлинитель и лампочка сейчас будем проверять так вот все розетка работает капец свет есть надо розетка хочу еще один выключатель выключатель запитать не знаю где лучше где у меня будут я же купил три светодиодные лампы одна будет гостиной я хотел проверить ой нет она будет в коридоре 1 в прихожей и 1 в котельной да это длина проверку вот наверно сейчас в прихожую может быть не лучше здесь одну врубить чтобы как бы освещала мне лестницу и этот это здесь запечать запечать так группу 4 выключатель номер пять вот это надо группа 4 группа 4 группа 4 это у меня вот этот вот автомат будет 1 2 3 4 да этот ладно сейчас еще тогда выключатель 1 запитаю и лампу подрублю сюда и будет у меня две розетки и лампочка и можно будет продолжать работать в принципе только теперь у меня удлинитель то 60 метров блин а в скрутке его боюсь включать я вот так вот раскидывал здесь уже по идее будет греться если он будет смотан вот я так более-менее раскинул опыт как мог мне надо удлинитель на метров пять сделать еще один потому что 60 метров и блин не очень удобно у меня есть один одним будет неудобно работать чтобы свет и туда и сюда надо еще пятиметровым на кабель есть то надо вилка еще одна и тройник сделать но этот разбирать я точно не буду он еще пригодится где-то размотать что-нибудь на улице делать поэтому я его разбирать не буду надо еще один делать пятиметровый да да шел сто тысяч пятьсотый год подключения выключатели шутка короче 8 часов я провозился 3 часа пока нашел сосед мне помог он электрик мы работал на производстве энергетиком начальником так вот это происходит не покупайте никогда дешевые такие вот светильники такая лажа там проводочек подключения волосочек тоненький по помощью сапока подключил это раз во вторых во вторых во вторых короче получилось не подключалась ничего обломалась в коробке 0 обломался пока еще нашел потом из-за вот этого вот датчика освещения теперь это энергосберегающая лампа все время горит видишь на в таком режиме ночном не знаю нормально это или не нормально это надо спросить завтра спрошу кстати у электриков мне кажется на эти лампы нельзя ставить вот этот светодиод у меня что-то похожее что-то похожее в кухне в квартире было когда горела вот это вот лампочка на выключателе типа показывала где выключатель в темноте у меня этот светодиодные лампы в кухне мигали здесь она вообще горит даже не выключается вот видишь но это она не включена сейчас я ее включу внутри я ее включил видишь она загорелась горит в принципе да ну нормально так хорошо светло хорошо светло горит освещает более-менее холодным белым светом но с этим вот я наверно сюда выключатель поставлю без светодиодов у меня есть еще которая с ними выглядят с таким а есть обычные я вот она обычно ставлю чтобы вот эта штука не горела ну вот в принципе здесь освещение сделал скорее всего сюда еще одну сейчас подключу чтобы здесь тоже освещать когда работать было и получается у меня будет здесь светло более-менее здесь хотя надо наверное в спальню но у меня еще есть переноска в принципе но желательно конечно чтобы свет был везде потому что даже сюда надо зайти что-то включить выключиться здесь темно будет по сути может быть не так уж темно все видно все видно здесь у меня обычный инструмент лежит поэтому работать можно будет и в темноте здесь вот большое помещение здесь надо подключить чтобы светилась все у меня тем более три их поэтому я наверное все три подключу ну восемь часов сейчас еще наверно розетку переключатель дома доведу вставлю его вовнутрь чтобы он не висел вот так вот и возможно подключу еще один где-нибудь еще ладно все короче не буду отвлекаться а то уже время позднее на улице темно кстати на улице очень темно уже все это только восемь часов прикинь ура свет круто первая розетка есть первая розетка есть первая выключатель есть будут и другие так видишь работает все работает 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 и я работаю дальше и но и и и и и и и и и